А в студии в эфире телеканал СБС, общественно-политическая передача Актуальна Сегодня. Я ведущий Саран Заев, гостя сегодняшнего выпуска. В студии с нами будет политолог, дипломат, фигурат, садыхов, фигурат, наверное, вечер добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Кроме того, из России по Zoom с нами будет общаться политолог, член Азербайджана Российского экспертного совета Сергей Строкин. Сергей, вечер добрый. Как слышите? Добрый вечер. Слышу отлично. Великолепно. Уважаемые гости, сегодня, 11 октября, президент Азербайджана принял участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств стран СНГ. Это и раньше происходило. Президент Азербайджана, так сказать, общался с данным случаем гостями. Там шла речь о ситуации на пространстве СНГ с точки зрения безопасности и так далее. Но наибольшее внимание по естественным причинам нас привлекло то, что господин президент говорил о будущем переговорах Армении и Азербайджана по миру. И там глава государства обратил внимание на такую деталь. Дело в том, что через несколько дней состоится саммит СНГ в Бишкеке. И туда сначала на заседание глав МИД не поехал заместитель главы МИД, точнее глава МИД Армении Арат Мирзайн отказался ехать туда. Он отправляет заместителя. И вот на днях стало известно, на сам саммит Пашинян тоже не поедет. Дело в том, что там российская сторона планировала организовать трехстороннюю встречу глав МИД Азербайджан-Армения-Россия. Так сказать, и этой встречи не будет. И вот что говорит господин президент, он сказал, что теперь возникает вопрос, хочет ли Армения мира. Я думаю, что нет, потому что если бы хотела мира, не отказалась бы от этой возможности. Пример-министр Армении шесть часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана. А два-три часа в Бишкек прилететь он не может. У него важные дела. Вот это все мы должны открыто говорить. Это все видят, это все видят, но это надо говорить и исходить из этого. Фигетман, как вы себе объясняете такое поведение официального Еревана? В данном случае провалилась очередная инициатива Российской Федерации по организации встречи глав МИД в Бишкеке. Как минимум. Пашинян по-прежнему мечется. Он пытается найти какую-то нишу, примкнуть то к западным странам. Потом он заявляет о том, что он не отказывается от сотрудничества и своих взаимоотношений с Россией. Но все то, что делает он, полностью противоречит тому, что он заявляет. И президент Азербайджана очень ясно выразился и конкретно на примерах показал, что путь, который он совершил в Гранаду шестичасовой, это был просто нулевой вариант. Потому что обсуждать Азербайджан без Азербайджана просто абсолютно не привело бы в любом случае никаким результатам. Причем ехать нам туда, где сидит президент Франции, который постоянно занимается манипуляциями, фальсификациями, обвиняет Азербайджан в том, что Азербайджан нарушает нормы и принципы международного права. Ему иногда подпевает канцлер Шольц. И в этой ситуации, значит, вот в этой тройке Шольц, Макрон, Пашинян, президент Азербайджана совершенно правильно поступил и не полетел туда, в Гранаду. И более того, стоял на повестке вопрос о участии президента Турции, Эрдугана. Но в последний момент они отказались от участия, значит, в приглашении, от приглашения Эрдугана на эту встречу. Так что это был правильный совершенно шаг президента Азербайджана. И тот факт, что действительно он 6 часов летел в Гранаду, чтобы абсолютно принять абсолютно совершенно бессмысленный какой-то документ под видом какого-то такого заявления, абсолютно ничего не значащего. А здесь, значит, 2-3 часа он не в состоянии принять участие. Это говорит о его подходах к международным проблемам. Это говорит о его оценке ситуации, сложившейся вообще в регионе. Это говорит о том, что он просто элементарно не понимает, в чем суть проблемы и что ему надо делать, чтобы урегулировать эту проблему, чтобы в регионе наступил мир, безопасность, стабильность. То есть это все то, что предлагает Азербайджан. То есть подписать соглашение с Азербайджаном, делимитировать, денонсировать, делимитировать, демаркировать границы. И в конечном итоге говорить уже о том, как нам двигаться дальше. То есть открывать коммуникации, Зангизурский коридор. Это ведь все входит в рамки тех принципов того формата, в котором мы уже много лет ведем эти переговоры. Эти бессмысленные переговоры 30-летние с Минской группой ОБСЕ. Сейчас Пашинян выкидывает элементарные какие-то номера абсолютно непонятные. Устраивает эти политические казусы. И в конечном итоге он проигрывает сам. К нему тает доверие. Если там вообще что-то осталось. Да. Если этот человек, политик, премьер правительства Армении не имеет четкой принципиальной позиции, значит, я думаю, что ему не должны доверять и мировые лидеры. И если они сегодня находятся с ним за одним столом, обсуждают какие-то проблемы, это не значит, что они к нему относятся с большой симпатией. Просто у них свои интересы здесь. Разумеется. Однозначно. Интересы укрепиться, кого-то вытеснить, кого-то оттеснить, играть какую-то ключевую роль. Вот, я думаю, основные вопросы, связанные с вашим вопросом. Пикер, а мы еще будем об этом говорить, но я хотел бы очень коротко узнать ваше мнение. Вот его это такое поведение. И главы МИД. Глава МИД не едет. Он не едет. Это скорее история о самом мирном процессе с Азербайджаном. Или же он не хочет быть на той платформе, где Россия. Потому что Кремль сегодня комментировал это дело и сказал, что если бы Пашинян приехал, у него была бы встреча с Путиным. Мы знаем, как часто звонят президенту России, какие у них экономические связи и так далее. И здесь вот открыто в Кремле говорят, если бы приехал, была бы встреча с Путиным. А каждая встреча на таких двусторонних отношениях – это важно. А он решил проигнорировать. Да, я думаю, что здесь два фактора. Первый – это он действительно не хочет контактировать с Россией. Он боится, что на него кто-то окажет давление. Он опасается, что его заставят подписать какой-то документ. Он не хочет сближаться, потому что это может вызвать недовольство определенных европейских стран, западных государств, в частности Франция, которая сейчас очень близка с ним и защищает его интересы. А второй фактор – он, видимо, все-таки играет и на внутреннюю аудиторию. Потому что внутри страны сформировалась уже такая политическая прослойка оппонентов, которые открыто заявляют о необходимости подать в отставку Пашиняну. Они ему предлагают открыто. И не случайно вот эти многодневные митинги на улицах и площадях с этими лозунгами, с этими заявлениями, обращениями. Сейчас они притихли. Они понимают, что ситуация, в принципе, безвыходная. Пашинян сделал все, что мог. Но, видимо, недостаточно критической массы оппонентов. По всей вероятности, он боится того, чтобы оппоненты не собрали значительное число недовольных людей против него. Я думаю, он учитывает и интересы внутриполитической аудитории. Понятно. Сергей, вы слышали мнение гостя. Хотелось бы узнать и ваше. Вот как вы оцениваете, что вы можете сказать о таком поведении Армении? Вы знаете, я с большим интересом слушал коллегу. Сейчас я отреагирую. Но, с вашего позволения, я бы хотел два слова сказать о встрече руководителей силовых структур в Баку. Поскольку мне представляется, что это просто очередная 53-я дежурная встреча. Мы понимаем, что в контексте тех перемен, которые происходят и на Южном Кавказе, и, собственно, того, что происходит за его пределами сейчас, конечно, эта встреча приобрела особое значение. Вы знаете, я подумал о том, что как-то вот несколько лет назад, когда наши отношения с Америкой еще не были такими плохими, к нам сюда, в Москву, приезжал Киссинджер. Я очень хорошо помню, была встреча с ним в посольстве американском. И он тогда, значит, в этом переполненном зале таким тихим голосом говорил. Ваша обшибка в том, что вы думаете, что существует абсолютная безопасность. Вы должны разом навсегда запомнить, что не существует абсолютной безопасности. А безопасность для одних означает небезопасность для других. И это реалполитик, с этим ничего нельзя сделать. И вот спустя много лет мы видим, какие колоссальные издержки несет в себе подход построить собственную безопасность за счет безопасности соседей. Это мы наблюдали и на Южном Кавказе, это мы наблюдаем в зоне Палестино-Израильского конфликта. Поэтому, с моей точки зрения, важность вот этой встречи состояла в том, не просто, что туда приехали руководители силовых структур бывших советских республик, объединенных в СНГ, но и те люди, от которых, во-первых, зависит безопасность, во-вторых, они, в общем-то, исходят из того, что безопасность должна быть именно всеобъемлющей. И если будут приняты попытки тянуть эту безопасность на себя как одеяло, то просто это одеяло треснет по швам и разлетится. Вот это было очень важно. Второй момент, с моей точки зрения, очень важно было для президента Алиева еще раз проговорить вот эту всю ситуацию, которая предшествовала антитеррористическим мероприятиям ограниченного характера. То есть, вот шаг за шагом, вот как, собственно говоря, возникла ситуация, когда не было выхода, кроме как осуществить то, что мы наблюдали 20 сентября, а именно вот это вот поздравление Никола Пашиняна, так называемой Нагорно-Карабахской республики. Другие шаги, провокации. Это было очень важно, потому что до сих пор вокруг этого, в такой вот экспертной среде, в части политического класса еще какие-то существуют недомолвки, непонимания, а нужно ли было, а вот почему Азербайджан это все осуществлял. Ну и, конечно, я говорил о контексте геополитическом. Вы знаете, вот о чем я хотел бы сказать. Все познается в сравнении. И вот сегодня, когда, вот, собственно, мы следим за тем, что происходит в секторе газа, и мы знаем, сколько там уже жертв, как там идет обмен ударов, такая ветхозаветная вражда. Вот давайте все задумаемся над тем, а чего стоили вот все крики про какие-то этнические чистки, происходящие в настоящее время в Карабахе. Вот что это такое? Вот посмотрите, сколько там жертв, сколько там крови, сколько там ожесточения. И здесь, когда, ну, жители, армянские жители Карабаха добровольно сел в машину, ехали в Армении, и из этой вот кавалькады машины, из тех, кто там в них сидел, не упал ни один волос с головой, о каких вообще этнических чистках идет речь. Теперь, что касается Армении и вот всей вот этой вот игры с Россией, вы знаете, я вот слушал своего коллегу, который говорил о том, что, насколько я вас правильно понял, что Башинян летел в Гранаду и не для того, чтобы говорить об Азербайджане. А я подумал, вы знаете, вот о чем, может быть, такая парадоксальная мысль возникла, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, а может быть, вообще это не входило в его задачу, может быть, он летел-то для другого. Мы видим, что сейчас политика Еревана претерпевает такую радикальную трансформацию. Это, конечно, очень неприятно для нас, поскольку Армения остается нашим союзником, мы не допускаем никаких выпадов в адрес Армении, несмотря на все дружеские шаги. Но смотрите, когда Башинян фотографируется с Зеленским, беседуя с ним с глазу на глаз, когда он о чем-то говорит с Тихановским, когда он позирует перед камерами с Шольцем и с Макроном, если мы вот все это соберем вместе, то возникает вопрос, может быть, вообще это была история не про Азербайджан, а про то, чтобы показать, что, ребята, я свой, примите меня поскорее. Я вот уже, видите, я вот и здесь, и с Зеленским, и с Тихановским, и с Шольцем, и с Макроном. Я уже не вот тот вот союзник Москвы, а я, так сказать, уже привыкаю к новым реалиям. Я переобуваюсь в воздухе или на земле, но я переобуваюсь. Я готов вступить в ваши шринки. С этой точки зрения это не было, если мы на это посмотрим, да, вот, если не стояла задача каким-то образом говорить об Азербайджане, либо говорить исключительно в прикладном плане, таком утилитарном, что Азербайджан это враг, помогите мне, поддержите меня, то тогда это была для него очень важная поездка, к сожалению, глубокому в контексте вот этой вот перестройки армянской политики, которую мы наблюдаем. Ну и, конечно же, опять-таки, если вот исходить из этого, то тогда вполне логичным, кажется, нелогичное вроде бы отсутствие Пашиняна на предстоящей встрече в Бишкеке. Да, вот этот вот пустующий стул или кресло армянского лидера очень символично, и отказ от, фактически, может быть, даже уникального шанса говорить вновь о мире с Азербайджаном в трехстороннем формате, то есть в том формате, который изначально задумывался после окончания Второй Карабахской войны и после подписания трехстороннего заявления 10 ноября. Вот это тоже такой вот жест, мы наблюдаем такую войну жестов со стороны Армении, но опять-таки, подводя такой вот предварительный итог всему этому, я задаю вопрос, а, собственно говоря, получит ли Армения то, на что она рассчитывает? Или это вот такая вот обманка, это вот такая вот поза, это такая вот обида, но политика, государство не может строиться на позе, на детских фобиях, страхах, на обидах, на рефлексии. Она должна иметь определенную стратегию, которая здесь не просматривается. Да, будем надеяться, что в Армении это понимают. Вы сказали, получит ли Армения, но, наверное, логично подумать, что сначала она должна от чего-то отказаться, а именно от того огромного пласта экономического взаимодействия с Российской Федерацией. Вроде как в Армении считают, что можно это как-то вот параллельно вести. Я просто хочу добавить, если можно. Я думаю, что Пашинян полетел в Гренаду, и он очень обрадовался, что, возможно, президент Азербайджана Ильхам Алиев туда не прилетел, потому что наш президент его бы в очередной раз разоблачил бы. Его ложь, его эти манипуляции, его эти фальсификации, и он бы опозорился уже перед теми, кого он сегодня считает своими союзниками и близкими партнерами. То есть, один раз президент Азербайджана это сделал в присутствии президента Путина и окружающих официальных лиц. Вы имеете в виду саммит Евразес, где Азербайджан был приглашен в Москве? Да, он его просто опозорил там, потому что он сказал ему то, против чего Пашинян просто не мог возразить. И я думаю, просто Пашиняну в очередной раз где-то повезло, что там не было президента Азербайджана, потому что он в очередной раз бы получил в очередной пощече. Но судя по тому, как президент Азербайджана отозвался об этой встрече, непонятная встреча, это тоже о многом говорит. Я бы еще раз хотел бы коснуться еще одного момента со встречи президента Азербайджана с руководителями спецслужб стран СНГ. Дело в том, что он подробно там говорил о Франции, о ее деструктивной поведении, о том, что Франция выступает с какими-то обвинениями в адресе Азербайджана. Но господин президент обозначил, что самой Франции бы посмотреть, что она сама делает. То есть, вот это все было высказано. И президент обозначил, знаете, как он сказал, что главный союзник Армении, в данном случае, это вот в регионе получается Франция. И я бы вот в этой связи, я все подробно сейчас пересказывать не буду, но фигурат, наверное, кризис в отношениях Баку и Парижа, я так понимаю, он усугубляется. Что такое развитие, знаете, вот ухудшение Азербайджана-французских отношений, ну, с инициативой Парижа происходит, дает вот соседней Армении. Этот же вопрос мы всегда задаем. Вот каким образом плохие азербайджано-французские отношения, к которым стремится Париж, они помогают Армении? Ну, кризис возник не по нашей вине. Разумеется. Это понятно. Потому что руководство Франции взяло открыто, явно, курс на союзничество с Арменией. Да бог с ней союзничество. Просто она взяла курс на дискредитацию Азербайджана. Оболгать, сфальсифицировать, значит, ну, дискредитировать. Вот такая задача стоит, видимо, перед официальным Парижем сегодня. Причем я абсолютно не сомневаюсь в том, что они все прекрасно понимают. Если вы помните эти вот заявления по поводу этнических чисток в Карабахе, по поводу блокады, гуманитарного кризиса, с которым вот начался этот процесс после того, как до того, как мы освободили Ханки-Анды и вошли туда. Это ведь было. Приезжала сюда министр иностранных дел Каланна. Она в бинокль подглядывала там. Ей все объяснили, показали. Здесь ей аргументированно все доказали. Показали буквально чуть ли не на пальцах объяснили. Она уехала, улетела и стала говорить то же самое, что она говорила до этого. То есть они не хотят считаться с реальными. Они хотят видеть эту действительность, эту правду. То есть это курс, заданный курс, который нацелен на то, чтобы вытеснить здесь других игроков. Явно здесь интерес связан с вытеснением российского присутствия. Но это уже никто не скрывает. Явно их раздражает присутствие и укрепление Турции. Их очень беспокоит укрепление альянса Турции с Азербайджаном здесь. То есть они считают, что в этом формате они проигрывают. Они здесь теряют. И фактически им здесь нет никакого места. Понимаете? Когда была минская группа ОБСЕ, Франция как-то микшировала откровенность своих взглядов. Она пыталась как-то демонстрировать объективность, справедливость. Лживую, но все-таки. Порой у нее это не получалось. Это просматривалось. Сейчас сумасшествует. А сейчас они откровенно, после того, как мы освободили территорию, после того, как мы уже вошли в Ханкианды, в свою территорию, разоружили боевиков, они просто превратились в оголтелых противников Азербайджана. И президент Азербайджана, кстати, выступая перед представителями органов спецслужб, он очень по Франции хорошо и конкретно прошелся. Он сказал о ее колониальном прошлом. Он сказал о ее присутствии в Африке, о ее политике в Алжире, о геноциде, который учинила в свое время. Это достаточно подробно. Франция по поводу алжирского населения. Это же все очевидные вещи. Понимаете? Вот об этом надо Франции больше думать. Об этом надо... Но наши отношения ухудшаются. Чаще говорить, напоминать, видимо, потому что или Макрон забывает об этом, или он просто, видимо, думает, что кто-то другой не помнит о том, что происходило в истории колониальной Франции. Да и сейчас ее эти заморские территории, я помню, они были здесь, в Баку, когда на саммите движений неприсоединения. Они откровенно выступали против Франции. Они говорили, что им не разрешают даже разговаривать и писать на своем родном языке. Франция. Да. Газмей Строконь, ваше мнение по этому поводу, в той части, знаете, как получится у французов вытеснить... Они, в принципе, же не скрывают этого. Они об этом уже говорятся. Франция хочет сейчас... Ну, не хочет. Она уже приняла решение поставлять, как они называют, военную технику. Во что это выльется, что за французское оружие здесь появится. Я думаю, мы только со временем поймем, увидим это все. Но получится это у французов или не получится? И, опять же, вы видите какую-то логику в том, что ухудшая... Вот ухудшаются отношения Азербайджана и Франции. Ну, окей, да? Вот, допустим, французы так решили. Как это помогает Армении? Ну, вы знаете, если коротко ответить на этот вопрос, я думаю, что у Франции, конечно, не получится. И несмотря на вот этот вот парад вызывающих антироссийских жестов, которые мы наблюдаем в Ереване, мы с вами прекрасно знаем, что Армения тысячами нитями связана с Россией. Да. Да. Такая экономическая сфера, безопасность, в конце концов, культура. Очень много вещей, которые просто невозможно вот такими вот импульсивными, истеричными, хаотичными шагами разрубить. Это достаточно прочный фундамент. И, в конце концов, связи на уровне общества, на уровне людей тоже очень важны. Нет, это невозможно сделать. Но поэтому в том, что делает Франция, к сожалению, глубокому, с моей точки зрения, очень много такого пиара, притом довольно такого дешевого, нахрапистого, не очень осмысленного. Ну, президент Макрон, он неоднократно выступал в роли такого анфан-терибль вообще мировой политики. Мы помним с вами, как он говорил о смерти мозга НАТО. И вроде бы мы сказали, да, смотрите, смотрит в корень президент Макрон. Но вот сейчас я уже думаю, что с мозгом Макрона вообще, он, так сказать, жив или нет, с учетом того, что он делает. Вы понимаете, есть такое вот английское выражение words are cheap. Слова недорого стоят. Во многом, так сказать, то, что делает Макрон, это слова, которые, в самом деле, с одной стороны стоят недорого, но с другой стороны дешево и сердито позволяют получать поддержку влиятельной армянской диаспоры во Франции. И вообще, вы знаете, я выскажу свое личное мнение, поскольку я не представляю никакие официальные структуры. Но вот как эксперт я порой думаю, слушая и министра иностранных дел Армении, и армянских дипломатов, что они вообще, так сказать, не представляют свою страну. Я бы сказал, что это такие вот министры иностранных дел и дипломаты некого условного государства, которое можно было бы назвать армянской диаспорой Франции. Вот с этой точки зрения, да, они совершенно точно отражают это все и наверняка получают какие-то сигналы, импульсы, что нужно действовать в таком ключе. И, собственно, это, может быть, служит во многом, так сказать, объяснением того, почему Пашинян то вдруг приезжает к нам сюда 9 мая, то вдруг делает, так сказать, неожиданный. Да, да. Может, он хотел бы, но вот эти вот гири, понимаете, или цепи вот этой вот диаспоры, которая, так сказать, говорит, что нужно шагать на Запад, очень важны. И еще, если позволите, два слова. Если мы уже говорим о Франции, давайте вообще говорить о Западе. Мы с моими коллегами, в том числе и в нашем экспертном совете, спорили, в том числе и в формате вашей передачи, когда вот, вы помните, весной стали говорить о том, что вот, московская площадка, московский формат, что-то такое с ним не то, давайте мы будем подключать западную площадку. Вы помните, наши заявления тогда официальные были, что, пожалуйста, мы за, неважно, на какой площадке будет достигнут результат, но важен результат. И вот нас рассудила жизнь. Посмотрите, как себя сейчас ведет Франция. Посмотрите, как оценили антитеррористические мероприятия ограниченного характера в Соединенных Штатах. Посмотрите, сколько грязи льется на Азербайджан на Западе. И никакой грязи на Азербайджан из Москвы не льется, за исключением, может быть, нескольких сумасшедших политологов, которые, то, что вот они говорили там несколько лет назад, то они ушиблены этой злобой и повторяют. Но, опять-таки, они не определяют картину. Все, опять-таки, познается в сравнении. В этот критический момент как раз Москва продемонстрировала, что она вместе с Баку, что она понимает логику Баку. И это очень важно, потому что, говоря языком экзистенциализма, именно в критический момент осознается понимание бытия неких сущностных вещей, которые мы, может быть, не понимаем в обычной жизни. И, опять-таки, вот смотрите, президент Байден, говоря о Газе, дал понять, что он оправдывает действия Израиля. Кстати говоря, даже Паррель сомневается в этом. Но посмотрите, что происходит в Газе и как, собственно говоря, когда была осуществлена точечно, хирургически, с минимальными жертвами, вот акции, антитеррористическая акция 20 сентября, какая была реакция Вашингтона. Давайте об этом задумаемся. То есть надо понять, кто чей друг, кто чей союзник сейчас. Друзья познают. Понятно. Пекинам, вот раз уж мы коснулись Соединенных Штатов Америки, там я сегодня прочитал одно заявление, оно действительно связано с диаспоральными организациями Армении, оно довольно, знаете как, сейчас я процитирую, это довольно странные вещи там происходят. Это, значит, председатель Армянского национального комитета Америки Рафи Амбарян выступал. Это небезызвестная анка, это такая диаспоральная лоббистская армянская организация США. Ну, как говорится, как она работает против нас, мы это все знаем. И что он говорит? Он выступил с осуждением политики Трампа и Байдена в том, что касается Карабаха. Он говорит, что президент Байден не потерпел неудачу. Как раз наоборот, он получил именно то, что хотел, то, что начал Трамп, он закончил. То есть геноцид армян на их древней коренной родине. Но он как бы представляет, что якобы там произошел геноцид в отношении армянского населения Карабаха. Но все прекрасно видели, все прекрасно понимают, что такое геноцид, что не геноцид. Но, смотрите, он говорит, что политика Соединенных Штатов в отношении Карабаха была подлой. Понимаете как, да? Подлой. И вот здесь у меня возникает такой, знаете, вопрос. Что происходит, на ваш взгляд, с вот этим мировым армянством, с армянской диаспорой, с ее американским ответвлением? Понимаете, как в Армении сейчас там в спорт превращается критиковать Россию, ненавидеть Россию, говорить какие-то хлесткие высказывания. А тут американская, армянская организация называет Америку подлой в отношении этого боя. Что происходит вообще? А в чем эта подлость, интересно, заключается? Что Байден должен был сюда направить какой-нибудь авианосец? Ну, они хотят, чтобы американцы с нами воевали, русские с нами воевали. Ф-16-е, Ф-16-е, спасать этнических армян от кого-то, которых никто не трогал, мирных граждан. Что должна была делать Америка? И что должен был делать Байден? Вы понимаете, в чем дело? У армянской диаспоры за рубежом, да и в самой Армении, вот сложилось такое впечатление, что им все должны помогать. Все должны быть их сторонниками. Они должны бороться против турецкого ига. Они должны критиковать, когда надо быть рядом с Арменией в ее самые кризисные ситуации. Не допускать того, чтобы здесь Азербайджан под видом, так сказать, ну, как они считают, допустим, проникновения и полного господства в регионе осуществлял там этническую чистку против армян. Понимаете, это же все вот эти заявления, это пустопорожные всякие такие вот обращения к политикам. Они же неоднократно, кстати, обращались и к Белому дому, и к другим с просьбой помочь. В чем помочь, интересно? Что должен был делать Байден? Или что должен был делать какой-то другой президент любой ведущей страны, любого ведущего государства? Послать сюда войска, защищать армян от кого-то. Мы на своей территории. И, кстати, мы 30 лет ждали этого. Они 30 лет оккупировали нашу территорию. Они 30 лет уничтожали памятники религиозные, памятники исторические. Они здесь творили ужасные вещи. Они изгнали наше население. Они осуществили чистку азербайджанского населения, выгнав и изгнав всех наших жителей из Карабаха. И, кстати, Армения изгнала граждан Армении, азербайджанцев, которые были вынуждены покинуть эту территорию. Вот почему глава этой диаспоры об этом не хочет понимать, не хочет этого знать? Понимаете? То есть вот эти вот заявления такие вот высокопарные по поводу подлости, предательства – это все, я думаю, что абсолютно далекие от реалий, пустопорожные такие вот фразы, на которые я не думаю, чтобы должны реагировать серьезные политические деятели, руководители государств, международных организаций. Да, кто-то их может защитить, кто-то их может погладить по головке, сказать о том, что там гуманитарный кризис, они умирают с голоду, мы их держали там в балакаде и так далее. Но это все, конечно же, абсолютно не соответствует истине. Да, я просто обращу внимание, что когда Байден говорил о событиях 1915 года, после своего, скажем, избрания, они очень сильно в Армении этой армянской диаспоры ждали, они очень положительно восприняли, потому что считается, что в некотором смысле Джо Байден принял армянскую версию, армянскую интерпретацию того, что имело место в Османской империи 1915. Вот тогда Байден хороший, а сейчас получается Америка подлая, это буквально один шаг. Господин Строган, я бы хотел еще одного момента коснуться. Дело в том, что было вчера интервью премьер-министра Армении, такое большое интервью. Сказать, что много нового не скажу, но вот он более четко сформулировал свои мысли, то, что касается формата 3 плюс 3, который в свое время предложил президент Азербайджана. Президент Турции, логика такая, что три государства Южного Кавказа, три более крупные государства, сопредельные с этим регионом, они вот сотрудничают некий вот на первых этапах консультативный формат предполагает. Что он говорит? Он говорит, Армения готова работать с соседними странами в регионе в региональном формате 3 плюс 3. Он говорит, что во время учредительной встречи данного формата были достигнуты договоренности относительно некоторых принципов, и мы готовы работать далее. Он дальше говорит, что следующая встреча вроде как должна состояться в Тегеране, к чему Армения готова. Безусловно, необходимо конкретизировать восприятие сторон, уровень и формата обсуждения и другие вопросы. Каковы ваши ожидания с точки зрения поведения Армении? Потому что, знаете как, с армянским руководством надо всегда учитывать, слова это одно, а дела это совсем другие. Вот на уровне слов он там готов, но в реальности как это будет? И еще один момент. Как последнее заявление армянской стороны по поводу вот этих региональных форматов и так далее, согласуется вот с таким, знаете, как огромным желанием Армении затащить в наш регион нерегиональные страны. Ну, допустим, Францию, ну, допустим, Индию, там что-то оружие покупают и так далее. Если есть понимание, что все это должно решаться в регионе, ну так надо говорить в регионе. А вот он пытается затащить нерегиональные страны. Ваше мнение? Много интересных вопросов. Ну, давайте по порядку. Вначале я хотел бы вкратце отреагировать по поводу вот всех этих исторических вещей, если вы позволите. Вы знаете, дело не только в том, апеллирует ли страна к событиям 15-го года или нет, но это такая фундаментальная, может быть, даже роковая ошибка представлять историю, как некую скатерть-самобранку, развернув которую можно что-то в ситуации 21-го века получить, не имея собственной стратегии развития, которая ориентирована на реалии сегодняшнего времени. Вот, к сожалению, мне кажется, что у Армении, проблема Армении состояла в том, что слишком много было попытки вернуться в прошлое, вспомнить вот как было тогда, 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 и уже, исходя из этого, получать какие-то дивиденды. Это уже не работает. Теперь, что касается, собственно говоря, формата 3 плюс 3, который, как вы помните, был предложен Азербайджанам, президентам Алиевым вместе с президентом Эрдоганом после Второй Карабахской войны. Как оценивать вот эту, вроде бы, позитивную реакцию премьера Пашиняна? Вы знаете, здесь работает такой принцип, как вот в постмодернизме, когда говорят, что не важен текст, а важен, кто автор. Вот, это немножко так шокирующе звучит, но здесь, конечно, вот важность этого заявления позитивного девальвируется фигурой Пашиняна, который неоднократно действительно менял свое мнение, переобувался в воздухе и говорил одно, потом другое, его шатало и продолжает шатать из стороны в сторону. Если говорить предметно, по существу, то для того, чтобы начал работать трехсторонний, формат 3 плюс 3, что необходимо? Необходимо достичь долгосрочного урегулирования между Баку и Ереваном. Но мы видим мирный договор, где он? Он напоминает какой-то мираж. Вот он, вот, вроде бы, можно его коснуться, но такова природа миража. Вот он, вроде бы, есть, и его нет. И когда Пашинян говорит о том, что вот формат 3 плюс 3, и в это же время, обратите внимание, в это же время не едет на саммит СНГ, в это же время отказывается от возможности провести встречу в трехстороннем формате, чтобы обсудить мирный договор, который мог бы стать фундаментом для этого сотрудничества в формате 3 плюс 3. Тогда возникает вопрос, а может быть, это опять-таки вот эти слова, которые стоят дешево, о которых я говорил. Вот такая складывается ситуация. Еще какой-то был вопрос, Санан, напомните. Я имею в виду вот это непреодолимое желание Армении затаскивать в наш регион нерегиональные страны. Франция, Индия, я не знаю уже, кто еще остался. Да, опять-таки, вот смотрите, от добра добра не ищут. Есть такая русская поговорка. Попытка кого-то затащить в основе этой попытки лежит, в общем-то, недовольство существующим форматом, потому что, то есть опять-таки, вот то, о чем я говорил, треугольник России, Азербайджан, Армении, вот нам не нравится, давайте мы что-то пытаемся поменять. Есть ли здесь какая-то осмысленная стратегия? Вряд ли, потому что, если мы внимательно посмотрим мотивы той же Франции и той же Индии, то они разные, они разные. Кстати говоря, это такая особая тема для экспертов, вообще, скажем так, целина еще не освоенная, но та же Индия, допустим, она заинтересована сквозь призму своего противостояния с Пакистаном, с Турцией. То есть там своя есть конъюнктура. Что касается Франции, там есть своя конъюнктура. И если вот мы вот это все сопоставим, то мы увидим, что, во-первых, синтуативно, рандомно, случайно подбираются вот эти вот страны, которые должны размыть трехсторонний формат. Во-вторых, эти страны туда приходят не потому, что им важна Армения, а потому что им нужно заработать какие-то свои геополитические очки во взаимоотношениях с другими странами. Здесь очень сложный идет процесс. Но в результате главной проигравшей стороной окажется Армения, потому что, собственно, это все направлено на то, чтобы, явно не на то, чтобы добиться того разворота, который Армения хочет изобразить, как действительно серьезный разворот, который она может себе позволить. Якобы у нее есть вот эти вот запасные аэродромы, запасные площадки. Нет этих площадок. Никаких. Нужно оставаться в союзнических отношениях с Россией. Нужно соглашаться на мирный договор с Азербайджаном, который, кстати говоря, если бы он был подписан, с моей точки зрения, перечеркнул бы все претензии, все обвинения в адрес Пашиняна, он вполне мог бы вместе с президентом Оливы претендовать на Нобелевскую премию мира. А почему бы нет? Смотрите, везде в мире только льется кровь, везде конфликты. А здесь вот стороны подписывают мирный договор. Сколько мирных договоров в современном мире подписывается? Кто-то может вспомнить? Я вспоминаю, как в свое время Израиль подписал с Египтом мирный договор. Сколько прошло времени с тех пор? Вот такие фундаментальные договора. Договора между Израилем и Палестиной. Мы помним, я об этом писал в 1991 год. Что с этим всем произошло сейчас? Ничего. Ясно. Дали Нобелевскую премию Рабину и Арафату. Вот сейчас давайте дождемся наконец. Давайте подпишем этот мирный договор, который сразу снимет очень много вопросов. Понятно. Который скалопальный ускорение развития региона. Но этого мы пока не видим. Будем надеяться, что в Армении это понимают. А по поводу отсылок к истории, есть такое выражение, когда нет хорошего настоящего. Принято отсылки делать на какое-то было историческое могущество. Вот эта история об Армении. У нас остается буквально две минуты. Хотелось бы ваше мнение по поводу Пашинян. Очень прав гость из России в том плане, что кто делает это заявление. Ну вот, в общем, стройно говорит. А вот итог какой? Санан, Пашинян играет на несколько полей. Он, кстати, вот то интервью, о котором вы говорили, он там заявил, что он не собирается разрывать отношения с Россией. Понимаете, он играет на несколько направлений. Он хочет сохранить себя как фигура, которая должна быть оценена в истории как фигура человека, сумевшего достойно вывезти свою страну из вот этого сложного кризиса, опираясь на помощь и сотрудничество как с Россией, так и с западными странами. Но это как бы желание, оно экстраполируется на практике в совершенно другом формате. То есть он говорит одно, а делает другое. И то, что он делает, противоречит интересам не только России, но и самого Армении. Он фактически загнал в тупик свою страну. Он не продолжает переговоров с Турцией, потому что он ставит опять какие-то немыслимые условия. А Турция, естественно, эти условия принять не может. Но Турция их возвращает к нам. Он не подсисывает с нами мирное соглашение. Он не открывает Зангизурский коридор под предлогом, различными предлогами. То есть, хотя открытие коммуникации было записано еще в совместном заявлении от 10 ноября 2020 года. То есть он не хочет этого выполнять. А на словах он голубь. Он пытается как бы наладить здесь взаимоотношения между различными игроками. И думает о процветании своей страны. Ну, будем надеяться, что какое-то трезвое понимание ситуации все-таки со временем придет. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я напоминаю вашим зрителям. В студии на наши вопросы отвечал политолог-дипломат Фикер Ацадых. Фикер Ацадых, вам большое спасибо. А из России с нами общался политолог-член Азербайджана Российского экспортного совета Сергей Строконь. Господин Строконь, вам тоже большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC. Была общественно-политическая передача «Актуальность». Сегодня я и ведущий. Санар Амзайв. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!